ОМТВЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Варшава, как утверждает замминистра иностранных дел Анджей Шейна, открыта для помощи Германии в защите Польши от русских. Башкирская полиция атаковала дом музыканта Алтыная Валитова, поддержавшего протест из-за приговора активисту Фаилю Алсынову. Приехали в наш дом, выбили наши окна. «Не знаю, что делать», – написала его жена. Сейчас, по наблюдениям соседей Валитова, дом вскрыт, в нем выбиты окна, у здания находится полиция и ФСБ. Накануне Валитов записал довольно слезное обращение ко всем жителям Башкортостана выходить на протесты и бороться за освобождение Алсынова. Иначе, как он выразился, русский нацизм задавит все, что имеют башкиры – язык, культуру, идентичность. Национализм. Разжигание межнациональной розы. За это дело осудили на четыре года колонии нашего национального героя Фаиля Алсынова. Он боролся за башкирский язык, за башкирские земли. Благодаря ему мы отстояли наши священные горы Куштау. Благодаря ему мы смогли прекратить золотодобычу в наших башкирских деревнях. Именно во время народного схода в защиту башкирской земли он и произнес те слова, что приезжие золотодобычки выкопают земли, разгребут деньги и уедут в свои родные края. А мы не сможем никуда уехать. Нам здесь жить. Это наш дом. И эти слова легли в основу его уголовного дела. Подробно вы можете в интернете посмотреть. И мы, башкиры, встали в защиту своего героя. Башкиры вышли на улицы. Но мало кто понимает, что Фаиль был виштрибером. Суд над ним был последней точкой кипения. Ведь в наших сердцах кипело давно. А что кипело? Почему кипело? Русский национализм. Именно эта причина. Каждый башкир чувствовал это. Ущемление. Мы живем в своей родной земле в Башкортостане. Но нас башкир на каждом шагу ущемляют. Именно по национальному признаку. Башкирены, черные, понаехавшие, саулов и т.д. Задевают наши сердца, когда в нашей родной земле нам указывают. Говори на русском. О некоторых на работе заставляют говорить на русском. Или увольняют по национальному признаку. В башкирской школах директоров башкир увольняют. Сажают на их место русских. Целенаправленно. Во многих аспектах жизни каждый башкир это ощущает. Ущемление. И вот эту последнюю надежду на сохранение языка, культуры, истории, земли власть хочет убрать. Последнего башкира, который выступал за эти ценности, хочет посадить. Но вы должны знать. Мы в душе воины. Посадите одного башкира, восстанет другой. В своем телеграм-канале мы утром сообщали о том, что в Уфе люди повторили ошибку белорусов. С людоедами нельзя бороться хороводами и танцами. Вот эти травоядные ритуалы вызывают у хищников только большее презрение к протестующим и желание устроить более кровавую показуху для нарушителей спокойствия. Жаль башкиров. Очень жаль. Но не украинцам, поскольку ни один житель Башкирии не выступил против так называемой СВО. Почти два года всех этих людей, которые водят хороводы, устраивало, как рашисты убивают мирных украинцев и защитников Украины на территории Украины. Мы позаботимся о ваших родных и близких. Я вам это твердо обещаю. Именно с этой площади, именно с этих мест. Несколько десятков лет назад наши с вами предки, наши деды, прадеды отправлялись бить фашистов. И так получилось, что сегодня вы, продолжая этот ратный подвиг, отправляетесь бить фашистов. Самое главное, ждем живыми и невредимыми. В сети бурно обсуждается участие экипажа, сбитого над Азовским морем самолета А-50, в параде над Красной площадью 9 мая 2020 года, приуроченному к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. Опубликован список военных летчиков, которые находились на борту российского самолета, стоимостью почти полмиллиарда долларов. В этом перечне оказались командир самолета Вячеслав Левченко и еще пять членов экипажа. Уточняется, что это неполные данные, поскольку в момент попадания украинской ракеты на А-50 могли находиться около 12 оккупантов. Машина показала себя просто отлично. Никаких отказов, никаких непредвиденных ситуаций у нас не случилось. Российская пропаганда. На стороне Украины воюют иностранные наемники, всякие поляки, немцы и другие натовцы. Реальность. ВСУ берут в плен очередного Непальца. Подробнее на канале проекта «Хочу жить». Ссылка в описании под видео. Вы откуда? Непал. Гражданство ваше? А, гражданский, непальский. Непал? Да. Вы гражданин Непала? Да. Как вы попали в Украину? Контракт писать, потом три месяца тренинг, там это пеллигон тренинг, потом были войны. В Москве учились. Учились? Да. Где? В Москве технический университет. Да, в Москве обеомоторная, Мутуси университет. Семь-восемь месяцев я хорошо учился, потом папа плохо болит в хоспитал. Опрасти, каждый день не еду. У вас не было денег, чтобы платить за учебу? Да, деньги, это рука, это ожог, гранета. Ожог. Да. Что вам говорили, вы будете делать? Это там война, да? Кто ранен. Помогай, бери машину. Эвакуация? Да. Потом обратно. Я думаю, он бери меня, потом война. Вы думаете, вас из России снова отправят на войну? Ну, если я в Россию иду, да? Да. Я думаю, он меня берет войну, потом. Спросите его по-непальски, он хочет домой? Это народная война. И мы видим, кто наш народ. Вот этот персонаж позиционирует себя в качестве альтернативы кремлевскому психопату. Фамилия у него Надеждин. И он осмеливается собирать за себя подписи в Грузии среди уехавших туда с войны россиян. Ныне он выполняет роль спойлера. По примеру, Собчак во время прошлого переназначения Путина на должность пересидента РФ. За эту войну, в ходе которой, между прочим, погибли сотни российских и грузинских военнослужащих, может быть, даже в Грузии больше, на тысячи счет идет разная версия. Десятки тысяч людей стали беженцами, ужасный конфликт. 90% финны за это, конечно, лежит на Саакашвили. Я не знаю, что в голове у человека, который главнокомандующий армии, у которого, несмотря на рост военных расходов, вся армия, вся его армия, 30 тысяч человек. А перед ним стоит российская армия, миллионная, только 58-я армия, которая там стояла. Два раза больше, два раза больше одна армия, еще 7-я дивизия ВДВ. Вот куда он смотрел? На Америку, надеюсь. Представить себе, что реальностью являются слухи о том, что... Что ты подтасовываешь в армию? Слухи о том, что армия... Да, но, посмотрите, если вы здесь стояли в ущелье. Слушайте, а догадаться, что если вы стреляете в Схенвале по батальону России, что сейчас придет армия, нельзя, это надо кем быть, идиотом, да? Видимо, белый порошок, все-таки вредная вещь, мешает. По поводу истории, что Буш там санкционировал и так далее. Слушайте, товарищи, вот я, например, президент маленькой, но гордой страны. Помечтайте. Я хорошо знаю, что, если я буду, то президентом большой страны, великой. Я знаю, что здесь огромная страна с огромной армией, да? И я верю какому-то дядьке из-за океана, который говорит, слушай, Мишейко, ну, постреляй немного, я помогу. Бред, так не бывает. Понимаете, гарантии не так делают. План был подготовлен генеральным штабом. Где-то в конце 2006 или в начале 2007 года он был мной утвержден, согласован. Более того, в рамках этого плана проводилась подготовка юго-осетинских ополченцев. В Новосибирске снова крупный прорыв. Теплосеть проложена 60 лет назад. Ремонтировалась 34 года назад. Это в Новосибирске, одном из крупнейших городов сверхдержавы. Зато у друга Путина Мордашова яхта за 500 миллионов долларов. Таких и подобных яхт у кошельков Путина сотни. И это только яхт, которые обслуживаются тоже из бюджета РФ. Теперь вы понимаете, кого Путин имеет в виду, когда говорит о повышении уровня благосостояния россиян. По яйцу, видите, у нас еще произошло. Вовремя просто не сориентировались. Объем-то производства у нас не уменьшился. Потребление увеличилось в связи с реальными располагаемыми доходами населения. Немножко, но все-таки доходы чуть-чуть у людей выросли. Начали больше приобретать яйцо, мясо, курица. Бум, и цены полетели. А это Клинцы, Брянская область. Украинский дрон согрел россиян, освободив энергетический потенциал местной нефтебазы Роснефти. Нема, Клинцы встречают. Только съехал, только спустился. Все уже, он загорит. Урсула и вовсе заявила, раз Киев до сих пор не взят русскими, значит, Украина уже победила. Это как экономический форум в Давосе, так и стартовал. Основное место в повестке заняла Украина. Зеленский с трибуны попросил денег, причем не только западных денег. Новинка этого года стала требование отдать Украине немедленно 300 миллиардов замороженных российских активов.